Дорогие друзья, доброе утро! У меня срочная новость. У нас сегодня вылупился маленький пеликанчик. Здравствуйте, Банан! Вот мы с Татьяной Ивановной. Татьяна Ивановна. Здравствуйте! Банан, покажи, пожалуйста. Я знаю, что ты злая девочка. Пожалуйста, если нужно вот отсюда, будешь лучше смотреть в гнезде банана. Вот все семейство пеликанов собралось на защиту молодняка. Думаю, что мы будем у них забирать их потомство. Мы этого делать не будем. Банан, встань, пожалуйста. Дети, покажите, пожалуйста. Банан, встань. Банан пришел. Это его подруга, Банан. Это его подруга. Банан пришел на защиту. Я не обратил внимания. Да. Это подруга наша села. Деточка, покажи, моя хорошая. Роза, покажи, пожалуйста. Роза, я тебя очень люблю. Ты хорошая девочка. Все дети хорошие. Все, ну будь хорошая. Я не трогаю вас. Я убираю бамбук, который упал. Ну, вот. Ну, пожалуйста, покажите, я понимаю. Ну, я утром сегодня видел. Покажи, покажи, пожалуйста. Ну, один раз. Я больше не буду приставать. Сегодня один раз. Покажи, солнышко. Так, друзья. Попробуем показать силикана. Накорми силиканов рыбой. Видишь? Я-то вижу, а вот наши зрители вижу. Ну, давай еще поднимайся, давай. Давай, давай, поднимайся. Вот еще розовенький. Там вдалеке подвеликаном шевелится. В течение суток он почернеет. А вы знаете, что пеликан всего для своих деток нет клюва в клюв мясом? А вырабатывают специальный секрет. И мамы-то липаву сверху такой жидкостью обрелакивают. И так питается 10 суток пеликан. И только подвеликан может открывать клюв и есть у мамы сорта. С клюва. Клюв, с клюва. Так, ну пеликана я, дорогие друзья, увидел. Маленького розового. Вам, наверное, еще видно пока не будет. Но мы теперь эту ситуацию будем наблюдать чаще. И все сообщать вам.